Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает воподом. И сегодня речь пойдет о необычной книге. О книге, которая, ну, просто может вас даже отпугнуть своим названием, своим каким-то несерьезным видом. Напрасно, друзья мои. Вы очень много потеряете. Итак, «Один тюлень, один пельмень» Андрей Щербак-Жуков. Ну, те, кто из вас знакомы с современной, новейшей, отечественной фантастикой, те, конечно, знают, кто такой Андрей Щербак-Жуков. И тут даже говорить не надо, насколько этот человек авторитетен, насколько он компетентен, насколько он в литературной жизни и в литературном процессе играет важную роль. Но для всех остальных-то читателей, ну, что это такое? «Один тюлень, один пельмень» На четвертой странице обложки приведено объясняющее стихотворение. Зачитываю. «Жил среди льдин тюлень один, И тот тюлень варил пельмень, Спросил тюленя ламантин, А почему пельмень один? Один воскресный день, Готовить лень, Один тюлень, Один пельмень». По-моему, это очень смешно и остроумно, но нужна большая смелость для того, чтобы вынести эту строчку замечательную, запоминающуюся. Согласитесь, теперь вы уже точно скажете, ну, один тюлень, правильно, один пельмень. Вот. Вынести это равенство в заголовок книги. А что же содержится в самой книге? Ну, во-первых, здесь у нас автор собрал избранные за очень много лет. И это избранное волею жанра, волею, значит, случая, оно достаточно разнохарактерное, разнородное. Здесь есть рассказы, которые можно назвать лирическими миниатюрами. Есть то, что принято называть фантастикой, традиционным фантастическим рассказом, с якобы выраженным сюжетом, с миром. Ну, то, что на грелке можно прочитать, кто в курсе, тот меня понял. Есть вещи, которые не относятся ни к чему вот этому вот, из разряда около литературных текстов, воспоминаний о дорогих людях. Вообще, конечно, мы с Андреем Щербак-Жуковым принадлежим к одному поколению читателей. И я бы сказал, читатели фантастики в частности. Это по многим мелким деталям сразу стало мне ясно, как только я открыл книгу. Но я назову две вещи. Там разделы книги названы директориями. Боже мой, слезами ностальгии обольюсь. Потому что, ну, директория, вы же помните, откуда это слово прошло. Нет, не от Великой Французской революции. Вот, историки, молчите. Вот, а, конечно, от Нортон Командера, да я вам больше скажу, от МСДОС и Волков Командера. Кто застал тот самый черный экран и желтые буковки на нем, самые первые ВМ, и Нортон Командера, и название файлов из восьми символов, и строго латиницей, да, никаких этих наших с вами вольностей, начавшихся с Windows. Это было задолго до Windows, надо сказать. Вот, а Нортон Командер и его русская интерпретация Волков Командер, значит, все файлы хранились в папках, которые назывались директориями. На диске D или на диске C. Вот, на диске C чаще всего программная оболочка хранилась. Ох, золотое было время. Сколько всего прочитано было именно в таком виде, не описать никакими словами. И, конечно, это очень подкупает. Для тех, кто понимает, опять же, кто видит оглавление книги и видит, что оно разбито на директории, а не на разделы главы или на чем-то. Потом, потом вы уже будете читать такие немногочисленные, но очень веские и очень комплементарные отзывы различных замечательных людей, которые здесь высказываются, да. Но сначала, конечно, вот это привлечет. Ну, или, например, посвящение одного из рассказов Наташи Гусевой. Кто знает, тот поймет. Кто такая Гусева, вот. Это тоже поколенческое. Это вот, это символ отчасти. Нет, не она сама символа. Нет, совершенно самостоятельный человек. Отыграла свою кинорулью, и все. Значит, жизнь ее сложилась замечательно, но уже нас с вами не касается, да. Но сама по себе она символ, да. Воплощение того идеала, который ныне утрачен, и в фантастике в частности. Теперь, собственно, об основном идеологическом ядре книги, о рассказах. Рассказы блистательны. Рассказы блистательны по очень многим показателям. Потому что хороший рассказ – это всегда мир. Это всегда мир законченный, завершенный. Его нельзя размазать, как слишком маленький кусочек масла по слишком большому куску хлеба. Из него нельзя сделать повесть или сериал. Рассказ – это рассказ. И если мы читаем, посвящается скульптору Квотту, то нам нужно знать только две вещи. Первое – это что расположено на Анечковом мосту в Питере. И второе – почему автор начинает именно с такого вот вступления, норвоучительно-педагогического, блестяще закольцованная история, когда всё возвращается буквально слово в слово, повторяется в последнем абзаце. И это сделано с литературной точки зрения очень технично. Очень техничен этюд о множественности, многомерности миров. Но, понимаете, сама идея, фантастическая идея, разработана как хорошо перепаханное многократно поле. Там уже вообще нечего сказать. Но ведь нашёл уже, однако, вот небольшой… Дело же не в самом… Вестибулярный аппарат – это всего лишь такой прибамбас, всего лишь такая бирюлька, которая найдена. Дело не в технических местах, дело в том, как это подано. Когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что финал может быть только таким, многовариантным, большего вам не скажу, а то испорчу впечатление от чтения рассказа. Этюд о многомерности тоже очень-очень техничен. Но есть чистый стёб, вроде астероид Успенский. Это просто… Ребят, я очень люблю Успенского. Мне очень нравится, когда затевают литературные игрища, когда эти игрища с уханьем и гиганьем, такие вот это вот довольное уханье, значит, ойлсовских марсиан, да, значит, начинают перетряхивать всю мировую культуру, литературу. Ну, весело же, ну, весело, замечательно. Есть очень лирические вещи. Казалось бы, антиутопичная вещь на мосту, на самом деле, это чистейшее стихотворение в прозе, да. И когда ты читаешь на мосту, ты понимаешь, что это вот… Ну, чёрт возьми, ну, Горький был бы доволен. Ну, кто у нас первый рассказал легенду о Данке-то? Значит, ну, это действительно было бы… Это очень-очень возвышенно. Несмотря на то, что написано прямо даже с нажимом, так что грифель крошился вот настолько реалистично. Вот. Есть вещи в совершенно традиционных фэнтезийных декорациях, да. Вот. Хижину на Синей горе не каждый себе герой построит в конце, но там даже не надо вот этого раскрытия всех карт, да. И во многих мирах, и много раз повторялось, и так далее. Уже понятно, что это такая новая такая баховат-гита, да. Вот новый, значит, такой эпос такой вот, да. У них было шестеро, и это прекрасно, вот. Конечно, есть штуки, построенные на точечном… Опять же, рассказ, он висит на одном гвозде. Выбей гвоздь, рассказ упадёт и разобьётся. Есть рассказы, которые работают вообще за счёт одного слова последнего, да. Когда он обернулся и сказал «это был я». Всё. Так вот. Это надо вот так вот хитро вывести, чтобы потом замковый камень держал всю конструкцию. Одно единственное слово. Есть такие штуки. Вот, например, прямой репортаж «Концы света» держится на одной маленькой детали. Я не буду рассказывать, в чём суть рассказа, опять же. Но вот эту деталь вам назову, и вы поймёте. Логотип телеканала. Мы его видим всегда, кроме рекламной паузы. Там она не предполагает, что логотипы... Но в остальном-то времени... И вот, понимаете, вроде как бы всё как обычно. Вроде мы находимся в своей реальности, в своём здравом уме, и никакого конца света. Но как только на экране пропадает надолго, не на рекламную паузу, логотип телеканала, нас начинает пробирать некоторая тревога. А что происходит-то вообще? Почему? Ну как-то... Это же основа основ. Это фундамент всего. Телеканал может выкинуть любую хреновину, да, показать телезрителю, бог знает что, но логотип всегда будет стоять в уголке. Это краеугольный камень коммерции, да, то есть вот так... И вот на исчезновении этого логотипа строится первоначальный вот этот вот каготок, да, вот эта приманка, а мы помним, каготок увяз, все птички пропасть. Вообще в сборнике есть ещё очень много всего. Вы удивитесь интерпретации произведений от Александра Грина до Стивена Кинга, да, то есть здесь есть... чего там только нету, да, то есть это очень много вещей, которые и заинтересовали, и насмешили, да, вот. И стихи, отличные стихи. Отличные, потому что, ну, я понимаю немножко в стихах, и считаю, что несколько хороших стихотворений может написать даже не поэт по профессии, да, на прозаик, вот, и Андрею Щербаку Жукову это прекрасно удаётся, вот. Но есть, конечно, вот эти вот прекрасные по-вощи Жуковки. Это вообще что-то такое, да. Ну вот. Да. Кому чины, кому медали, кому и бабы-то не дали. Так, знаете, по-твардовски прямо, прямо, так сказать, вот. Значит, как светил день, закат как розов, всё это тоже почва для неврозов. Это такая мило, мило, вот. Да. Да. Вот. Тут есть некоторая, даже философская лирика, как таракан, запечённый в тесте, время стоит на месте, вот. Есть откровенный стёб, потрясающий. Ах, какие ягодицы! А она на них садится. Действительно, и не поспоришь, вот. Вот. Да. С ночи планов громадьё. А утром встанешь и одьё. Тоже. Но это, опять же говорю, это просто блестящие розчерки пера, то есть виньетки, которые украшают общую конструкцию. Но для меня идеологическое ядро книги – это, конечно, фантастические рассказы. Я считаю, что таких рассказов не так много написано. И, может, они не все равноценны. Они очень разные, во-первых. Вы уже поняли, что здесь диапазон от фэнтези до сатирического стёба. То есть, прям вот всего, что можно. Они очень разные. Они не все, возможно, вам понравятся. Но я уверяю вас, вы многократно в этой книге раскохочетесь и получите большое удовольствие именно от того, как виртуозно автор может работать и так, и эдак, и с этими героями, и с другими. И надеюсь, что Андрей Щербак-Жуков, вот благодаря этому сборнику в том числе, всё-таки не будет нам восприниматься, восприниматься, опять же, специалистами, с обращения к которым я начал рассказ, как деятель литературного процесса, а как прозаик, достойный занять место в пантеоне современных прозаиков и мастеров короткой прозы, где, собственно, ему самое место, как и тюленью и пельменю. Спасибо за внимание.